Только посмотрите на это чудо. Что ты делаешь? Чего ты нервничаешь? Что? Что не так? Проблема, проблема века, да? Какая проблема? Олечка не пускает тебя на улицу. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, Барсик у нас гулял на улице. Сегодня воскресенье, солнечная погода, все нормально. А я решила отдыхать сегодня. Все-таки воскресенье, надо себе позволить время и на отдых, да? Двери были на балконе здесь у меня открыты, входные двери тоже были открыты. Это чудо. Сидела-сидела, грелась на солнышке, все было нормально, все было хорошо. И в какой-то момент он решил, что он умнее всех и пойдет непонятно куда ходить-бродить. Залазь, про тебя рассказываю. Залазь, чего ты? Стоишь там, хвостом машешь, недовольный. В общем, Барсик у меня, как всегда, ушел. Потому что это уже не один раз было такое, что он любитель походить-бродить. Я бегаю его ищу везде. Барсик-барсик, барсик-барсик. А Барсик у меня к соседям туда пошел, там ходит-бродит. Благо, что соседей никого не было и собаку они свою забрали. Овчарку куда-то, ну, поехали отдыхать, может, где-то гулять. Вот. Я, естественно, Барсика завела домой, и сейчас он устраивает. Мне тут истерики. Он ходит, нервничает, психует. Смотрите, как хвостом виляет. Ему не нравится, что я его не пускаю. Пытается открыть балкон, ручку ломает, вот так дергает. Это просто какой-то ужас. Барсик. Я не удивлюсь, если он когда-нибудь действительно откроет двери, эти балконные. Потому что дверь в котловню он уже открывал, и не один раз. Коврик этот свой задирает, ледик свой. Психи, психи начинаются. Да? Ой, психует. А там еще сорока прыгает, его дразнит. Ты, ты, чудо-юдо, гуляна ты. Дома сидим, никуда я тебя не пущу. Там куча котов, все с блохами, непонятно с чем. И ты туда лезешь вечно. Дома сидишь. Все. Бонька как-то сидит дома, не орет. Вечером еще выйди, погуляешь чуть-чуть. Барс. Даже не смотрит на меня. Я не волнуюсь с ним. Деловой. Деловой. Ребятушки, в общем, ситуация следующая. Барсик ломился, ломился все-таки, чтобы я его выпустила. Решила его выпустить, пока еще солнышко, пусть погуляет малыш. А я сегодня вынесла Тоши косточки здесь. Там был копченый окорочок, косточки остались, какое-то мясушко на этом окорочке. Ну, Тоша что-то не захотел есть, покрутился, повертелся. Что-то ему не захотелось, не было желания. И так эти кости лежали. К нам прилетели сороки, да? Барсик тут вышел. А тут сидят сороки у нас на заборе, да? Барсик за ними побежал. Тут такой цирк был. Я не успела просто телефон вовремя в руки взять. Теперь охотятся, охотятся на них. Вот что тебе же на хвост прицепилась? Барсик, сидел там какие-то сухоцветы поприцеплялись на хвост тебе? Сухоцветы поприцеплялись на хвост тебе, худюшка моя, худиночка. Я вчера умудрилась, себе немножко ожог сделала. Ну, конечно, здесь небольшой ожог. Масло стрельнуло со сковородки. Ой, 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 побежал, побежал ловить, ловить сороку. Масло со сковородки стрельнуло. Ну, самое ужасное, что место ожога, конечно, небольшое. Оно неприятное из-за того, что именно прям на вене. Такое неприятное ощущение. Теперь будет сидеть и на них охотиться. А их много прилетело? Там штук пять, а то и больше. Барся, ты смотри аккуратно, чтобы они на тебя не напали все вместе. Ты меня слышишь? Барсюшка! Ох и Барсюшка! Ох и Барсюшка! Продолжение следует... 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 Мы прятались с Барсиком в этой ванной комнате. Я полностью наматывала себе полотенце на голову. Так вот, до того, как начинали стрельбище, Барсик начинал уже бегать по квартире, пригинаться и прятаться под ванную. Это означало, что скоро начнётся стрельба, скоро начнётся бомбёжка. То есть по Барсику, по его реакции всегда можно понять, что что-то происходит не то. Как ни крути, животные, у них как-то интуитивно они чувствуют и опасность. Ну и, естественно, он и по запаху, и слух хороший, и зрение хорошее. Он понял, что тут собака ходит. Милош там футбол орёт на всю. У меня тоже телевизор работает. А Барсик всё равно, видите, услышал. Барсюшкин, мой малыш, мой сторож. Ой, Барсик, Барсик. Я, честно говоря, немножко даже так испугалась. Тут недавно на днях такой сон приснился ужасный. Вернее, не сон. Я со сна проснулась ужасного. Ещё и на телевизоре увидела эти взрывы. Ну, я, по-моему, уже рассказывала это видео. И как-то немножко вот... Как тяжело на душе, что ли. Тяжело на душе ещё из-за того, что там начитаешься этих новостей про Украину. Там Карматорск вообще. Стука ракет попала. Восемь ракет попала. Короче, от всего этого тоже тяжело. И видео, когда смотришь, сколько ребят погибает. Это вообще просто какой-то ад. Сколько остаётся жён без мужей. Это, конечно, сколько детей без отцов остаётся. Ну, короче, об этом можно очень долго говорить. О, гавкал, да, кто-то? Так вот, к чему я эту тему вела. К тому, что всегда как-то немножко тревожно у меня в последнее время на душе. И она уже не понимает, из-за чего. А тут ещё Барсик начал носиться. Я реально подумала, что какой-то человек. То ли он наклонился, то ли что. Думаю, блин, кто в такое время. Время сейчас, я не знаю. Начало 11-го, по-моему. Ну, мы, в принципе, уже с Барсиком собирались спать. А Милоша ещё там досматривает матч. Вот. Деловые ходят прям по крыльцу и не боятся вообще. Я же говорю, у нас это дом какой-то. Все животные к нам идут, и они вообще не боятся. Как так получается? Я в шоке. Продолжение следует...